Когда жили, годы. И вот мне задают они вопрос, на каждый вопрос я отмечаю шестью поэтами. А между поэтами выдержка и священное писание. Следующие поэты, а бывает между ними на разницу от 250 больше лет. Никто даже не знал, что эти поэты про это говорили. Ну это мой, это мой брат, священник. А вот Виктор Николаевич как раз снимает, стоит. Похоже. Отдельно книга, ну просто ее нельзя повторить сегодня никак. И я скажу ей никому. Был такой священник, Александр Мень. Слышь, люби, слышь, это мои личные беседы с ним. Вот это мой брат. Вот он, в протеерии. Маленько похож, да? Это глава администрации приехал. А вот как раз Виктор Николаевич стоит, вот он. Понимаешь? Вот это Александр Мень, беседы с ним. Я о нем могу отзывы дать только такие, чтобы это эрудит, энциклопедист самого высокого класса. Вот одна книга, она как бы находка, может быть, если есть знакомство со священником. Как беседовать, я миссионер с сектантами разными. Вот приходят там святители и в голову. В моем доме многие сектанты стали православными. Как отвечать? Допустим, спасающие благодатью Божией. Почему мы Божью Матерь прославляем? Почему мы в храм ходим? То есть как беседовать с ними? Это как учебник для них. Я много лет занимаюсь ими. Ну, кратко хотя бы сказать. Многие спрашивают, а кто спонсирует? Да, я скажу, что сегодня издать это невозможно. Я бы снялась, что хотела спросить. Кто спонсирует? Вот этот перехромник, это 75 евро сегодня стоит. Полностью все это 750. Кто спонсирует? Вот, благодатья с одного из них. Это президент компании, Сбербанк России в этом участвует. У книг особое свойство возрождать падшее. Я, допустим, с заключенными книги у них есть, то жители считающих ангелов со другими. Это все фотографии. Это батюшка, он в Туле живет. Вот, причащается. Видите, кто в церкви был, он знает. Это Исповедь, как я, это мой брат. Не то, что эти книги там экстремистские. Они мне заказывают по экстремизму прочитать лекции в милиции, там, воинских частях. А вы можете бы вот заглянуть. Как только сейчас документ, ищет поставлен будет, полные хозяева вы этих книг. Все они я показываю, сшитые на арсетной бумаге. Библиотекарь мне надо доказывать, как книги везут. Суть это абсолютно невозможное. Я делал набор сам, и версткой занимался еще. Это 30 томов, открытым оком. И они все разного цвета. Их легко находить даже. Поставить их. Там мы с нуля строим православную деревню. Я начальник детского лагеря. Ребятишки в лагере. Ну вот это вот отдельный том. Это старобрядчество. 180 лет. Что было сказано? Что самое доброе мы можем взять? Потому что у людей представление такое. Старобрядцы – это плохо. У меня другая позиция. Мы не лучше других. И нам нужно учиться у всех, кто нас окружает. Бог так устроил, что мы нужны друг другу. Должна отличаться от мирского. У нас очень строго. Мы от 3 до 5 лет готовим к окрещению. И тогда полное погружение священник погружает под них. Патриарх Алексеев Второй об этом много говорил. Крестит неправильно. Не научая. Или поэтому ходит. Сейчас такой священник Дмитрий Смирнов. Это, как говорится, правая рука патриарха по вселенной структуре. 25 крестил, но это никого нет. Ну, Осипов об этом много говорит, Алексей Ильич. Прекратить крещение детей в неверующих. Крестить только у тех, кто вы с мужем верующих ходите, чтобы ребенка воспитывать православной основой. Если этого нет, мы просто обманываем сами себя. Ну, куда я его покрестил? Дальше, куда он пошел? Ему ни одно слово, ему божественное, никто не скажет. А это епископ на занятиях в университете. Я в разных университетах. И хотят, чтобы был крещен ребенок. И учат родители не крещеные, а бабушка с дедушками крещеные. И молитвам учат. Тогда как здесь быть? Погромче нужно говорить. Он не слышит, погромче говорите. Ну, вы знаете, у нас же сейчас в школах ввели вот как раз основу православных знаний. Да. Я православник православия, мы учим только молиться. Нет, здесь все. Абсолютно. Вот мы первые томатройки. Я даю ответы студентам. Я веду ее для программы регуляторов. Это политика, экономика, социология. Но в основе все вера во Христа. И мы говорим, вот смотрите, мы строим деревню. И пишем, православие, вот единственная национально объединяющая идея восстановления и созидания России. Это мы, наше поселение православное, где нельзя ни пить, ни курить, ни ругаться. Получили статус, построили храм. Все своими силами. Государственную школу. Он учитель как раз. Так, вопросы? Пойдемте там в документ, где нужно. И вы хозяева. Еще никто книгами, кроме вас, не командовал. Я бы подарил. Сейчас сегодня такие договора составляют на книге. Даже возразить нельзя. Я говорю, мне не надо. Вам не надо, нам надо. Это библиотеки. Я сейчас покажу. Вот они. Какие договоры. Чтобы ни мои, ни внуки, ни правнуки не претендовали на эти книги. Договоры какие-то. А, вот такой-то же есть. Мощнейший. Вот это все акты разные. Я говорю, мне не надо. В библиотеке-то. Это сейчас закон. Да, законы об авторском. Мы на это отвечаем, что вы хозяин. Отображены. Может быть, к кому-то просто некуда ехать. Муражечка твою возьму. Теперь мы одна публика составим.